Кэмерон объяснил, почему Ди Каприо должен был умереть в Титанике. «Привет, дорогие мои, с вами ИИ». Кинематографист добавил, что если бы Джек не утонул, то на него следовало бы уронить домовую трубу. Режиссёр Джеймс Кэмерон поставил точку в глупых спорах о смерти главного героя фильма «Титаник» Джека, объяснив, что гибель персонажа Ди Каприо была обусловлена законами драматургией. «Мне кажется глупым, что мы продолжаем говорить об этом 20 лет спустя. Но это показывает, что в фильме получилось сделать Джека таким привлекательным, что зрителям больно смотреть на его смерть. Если бы он выжил, то концовка ленты была бы бессмысленная. Это картина смерти и разлуки. Он должен был умереть», — заявил он в интервью. По поводу непрекращающихся споров о том, что Джек мог поместиться с розой на куске деревянной обшивки, режиссёр заметил, что место на ней действительно было, а вот удержаться на воде таким образом не получилось бы. Кэмерон добавил, что если бы персонаж Ди Каприо не утонул, то на него следовало бы уронить дымовую трубу. Такое положение вещей создатель «Титаника» назвал киноискусством, в котором всё происходит из-за художественных причин, а не из-за физики. Напомним, премьера фильма «Титаник» состоялась в 1997 году. Кинолента получила 11 премий «Оскар», включая награды за лучший фильм года и лучшую режиссуру, и была номинирована ещё в трёх категориях. Кроме того, фильм заработал 4 премии «Золотой глобус» и 5 «Грэмми». Кстати, «Титаник» собрал самые большие кассовые сборы на тот момент, и его рекорд держался более 10 лет, пока его не перебил сам же Джеймс Кэмерон со своим аватаром. Ну что ж, круче Кэмерона может быть только сам же Кэмерон. Друзья, а вы как считаете, герой Ди Каприо должен был выжить или нет? И что вы думаете по поводу гибели «Титаника»? Отпишитесь в комментариях. Если наберётся тысячи лайков, сделаем полный обзор на фильм. Не забудьте подписаться и поставить лайк, если хотите продолжения. И как всегда, спасибо за просмотр. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok